Сегодня я проживу день миллиардера Брайана Джонсона, который тратит 2 миллиона долларов в год на то, чтобы в свои 45 выглядеть на 18 и прожить до 200 лет. Но ей загвоздка, я не живу в Лос-Анджелесе, у меня нет дохода от продажи компании 800 миллионов долларов и у меня нет необходимых препаратов и аппаратов. Поэтому я повторю его день на уровне обычных действий, которые доступны абсолютно каждому, но точно дадут вау-эффект. Погнали! Брайан Джонсон предприниматель, сколотивший состояние на продаже своей компании Brain3. Сейчас ему 46, он задался целью остановить старение и прожить до 200 лет. Из интересных цифр, ему перелили литр крови его сына-подростка, ежедневно он выпивает больше 100 добавок и крайний пьем пищи происходит в 11 утра. А также, в общем, я все покажу. Доброе утро начинается в 5 утра. Именно в это время самостоятельно просыпается Брайан Джонсон. А в 8 вечера примерно подзасыпает. Дальнейшие шаги у нас измерение тела. Это какая у меня температура, вес и соотношение тела. Именно сколько жира, мышц и воды. Но мы скипаем эту часть и двигаемся дальше. 10 минут терапии светом. Честно говоря, только что прям ушло солнце. Спокойненько можно постоять, помедитировать, повизуализировать свой сегодняшний день. Это не то, чтобы я придумываю, а именно то, что он говорит. На самом деле, это очень крутая процедура для того, чтобы поддерживать циркадный биологический ритм человека, чтобы потом и вечером хорошо засыпать и, в принципе, сейчас просыпаться. Но в моем городе сейчас достаточно светло. Но если делать это зимой, к примеру, то вообще невозможно. В 5 утра это будет полный мрак. Для этого можно уже купить что-нибудь бюджетное для того, чтобы ты с утра мог включить и спокойненько, скажем так, свизуализировать именно солнечный свет. После терапии светом идет медитация в течение 10 минут. По сути, ее нужно делать в теньке для того, чтобы не сидеть под открытым солнцем, потому что это негативно влияет на кожу. У Брайана Джонсона немножко другие цели все-таки. Но мы это совместим, потому что солнце сейчас достаточно мягенькое, светит, и можно под солнцем помедитировать 10 минут. 10 минут медитации уделяем 100%. Дальше идет коктейль. Называется «Зеленый гигант», который принимается до тренировки. Он состоит из следующих ингредиентов. 250 мл воды, чайная ложка корицы, 7 граммов аминокислот, 2 чайные ложки хлорелла, пептиды коллагена для соединительных тканей. Такой очень неплохой коктейльчик получается. И 2,5 грамма креатина. Но помимо этого, на самом деле, я не показываю то, что он принимает еще в добавок. За день у него получается больше 100 пищевых добавок, которые он выпивает. То есть он прям берет гвоздями, закидывает в рот, все это выпивает вместе с водой и другими коктейлями. Еще один очень важный компонент, который я добавил, называется «Спермидин». Он содержится именно в том, о чем вы подумали. «Спермидин» есть? «Спермидин» тоже нет? Ясно. Я не купил его в магазине, но нашел немножко другое решение. Будем пробовать на вкус. В общем, если бы я сюда не добавил бы тя со вкусом апельсина, то это было бы нереально пить. А так в целом нормальненько. Сейчас выпиваю, и мы выдвигаемся на тренировку. Работает не хуже кофе. Я приехал на тренировку, но, как оказалось, в это время никакие тренажерные залы, выходные не работают. Поэтому я жду в кафе, голодные, после коктейля, которыми я зарядил. Но ничего. Нужно зарабатывать на свой зал. Тренировочная программа человека, который хочет дожить до 200 лет, состоит из 7 тренировочных дней. Три из них реально тяжелые, но тренируются все равно каждый день. Каждая тренировка состоит из 30-40 упражнений, которые нацелены на разные качества нашего тела. Гибкость, выносливость, сила. Сегодня я покажу 30 упражнений, то есть его стандартную тренировку. Они достаточно специфичные упражнения, но нужно понимать, как их делать. В общем, let's go. Его тренировка предназначена для того, чтобы ты не накачался, а для того, чтобы ты работал над сердечком, поработал над кадиореспираторной системой, чтобы мышцы чуть-чуть укрепились. Эта тренировка на самом деле очень полезная. То есть если ее выполнять для здоровья каждый день, ну там, конечно, разные упражнения нужно делать, то она очень хорошо будет влиять на наш организм. Но честно, даже я, понимая то, что это очень полезно, не буду делать все эти 30 упражнений, потому что как минимум тяжело это выполнять, искать. Был бы у меня тренер, который дает мне каждый раз нужное оборудование, я бы с радостью делал. Вообще, это упражнение делается с твердой опорой, когда ногами упираются, но у меня ее нет. И он берет 12 килограммов. Погнали. Ноги прямые полностью. С растяжкой мне, конечно, поработать надо. Все, это мой лимит. Посмотрите, как опускает он. Конечно, не гибкостью все определяем, но это о чем-то уже говорит. Скажу честно, с этим весом он делает 25 повторов. Я сделал 20 повторов, и моя спина уже мертва. Это очень непросто, поверьте мне. Фух, блин. Ебать. Обязательно попробуйте эти упражнения, ребятки. Поверьте мне, это очень необычно. Ну, типа, я знаю эти упражнения, я тоже и делал, но не так прям основательно. И вообще его тренировка должна проходить там 45-60 минут. Честно говоря, за это время я вообще никак физически не успею, потому что в зале нужно найти одно, второе, третье. А вдруг что-то занято? То есть ты вообще, в принципе, не успеваешь. Растянуть мышцы как следует, вовлечь те мышцы, которые у тебя обычно не работают, как я вот, например, носочком поднимал, там, гирю, к примеру. Поэтому, конечно, это мне было непривычно. Но я уверен, что если в следующий раз пойду, это будет там для меня намного-намного легче. Но, насколько я понимаю, его тренировочная программа каждый раз меняется для того, чтобы он тоже не застаивался. Некоторые упражнения вообще невозможно найти, как выполнять в зале. Приходится как-то выкручиваться, находить другие альтернативы. Вообще очень непросто. Жестко. Слушайте, за сегодняшнюю тренировку я считаю, что вот это упражнение, подтягивание, было самое простое. Наверное, потому что самое привычное. А самое непривычное, соответственно, самое тяжелое. Сейчас подтягиваем широким хватом, и я перехожу сразу к узким. Кто я? Как меня зовут? На самом деле, я дико голодный, и мы сейчас идем кушать веги-брекфаст. Let's go. Ну что, завтра хоть раздевайся на речку, иди купаться. Почему? У тебя пальто, по-моему, в снегу. Брат, это перхоть. Наконец-то я добрался до завтрака, который еще нужно приготовить. Брайан Джонсон утверждает, что его завтрак состоит из только овощей. Это очень круто, и он, в принципе, веган. То есть, он не ест ни мясо, ни рыбу, ни молоко, ни яйца, ну и так далее. Это блюдо называется супер-веджи. Нам понадобится черная чечевица, 150 граммов уже в готовом виде. Но я хочу как-то более адаптировать под бюджет обычного человека, который не может себе позволить покупать чечевицу за 500 рублей, к примеру. Я купил зеленую чечевицу, потому что она тоже необычная, скажем так. Нам понадобится 150 граммов цветовой капусты, 250 граммов брокколи, 50 граммов грибов шиитаки, я их нашел только замороженные. Нормально. Имбирь, чеснок. Мы их порежем, тоже чуть-чуть сварим. Дальше мы добавляем столовую ложку куркумы. Ну, что-то достаточно много получается. Столовая ложка семян конопли. Столовая ложка яблочного уксуса. Никогда в жизни, кстати, не пробовал яблочный уксус. Пахнет так, как будто бы его нужно выпить, его нужно нюхнуть, вернее, и делать становую тягу. И столовая ложка оливкового масла. Кстати, ничего не говорится по поводу соли и перца, но я на всякий случай все равно посолил, потому что мне, человеку не окрепшему к такой пище, все-таки соль понадобится. Как вы думаете, ребята, почему Брайан Джонсон потребляет больше ста таблеток, я имею в виду добавок, ежедневно? У него на завтрак, на обед, там какое-то определенное другое время, и на каждый день у него прямо разложено по полочкам, я смотрел все его видео. Все это он делает, потому что, во-первых, из-за того, что он находится на дефиците калорий, он постоянно находится на дефиците калорий, и содержание жира в его организме 5%. То есть это достаточно мало, ему по-любому чего-то не хватает в организме, вот пищи. Во-вторых, у него веганская пища, то есть у него точно не хватает определенных витаминов и минералов, аминокислот, которые преимущественно получаются от пищи животного происхождения, от мяса, от молочных продуктов. И, конечно же, ему нужно вот эти все элементы как-то восполнять. Восполняются они из витаминов, минералов и всех этих БАДов. Конечно же, это все находится под наблюдением врачей, то есть он постоянно сдает анализы крови, ему проверяют на МРТ органы, печень, почки, кишечник и так далее. Ваше здоровье. Это я еще посолил. Неплохо, очень даже неплохо. Мне кажется, куркумы как будто бы многое посыпал. Ощущение, будто я только куркуму ем. Куркума с цветной капустой. В целом неплохо, особенно для человека, который не ел с самого утра и находился на интервале голодания, я думаю, что это божественная пища. Ребята, если вы это будете пробовать, то я рекомендую сначала чечевицу накладывать, потом накладывать все другие ингредиенты, кроме цветной капусты и брокколи. Все это перемешивать, а потом сверху класть овощи. А я сделал все то, как там на видео, и это не получилось так, как нужно было, потому что, в принципе, это не перемешалось. А так в целом пойдет. Я доел весь завтрак, и я бы сказал, что это почти последний прием пищи. По сути, он. И следующий, там, через 3-4 часа у меня немножко тайминг сбился, потому что я очень много времени потратил в зале найти оборудование, приготовить пищу. По сути, что у него происходит? Дома бы потренировался. Потом там 10-15 метров отошел. Там же уже готовая пища тебя ждет. Поел и погнал дальше. Настал вечер после работы. Это время заботы о здоровье зубов, о здоровье своей кожи. Первым делом чистим зубы в течение двух минут. Дальше используем зубную нить. Обязательно для того, чтобы предотвратить какое-либо скопление пищи. Следующее секретное оружие – это масло чайного дерева, которое используют для того, чтобы предотвратить скопление бактерий. Дальше используем нить для чистки языка от налета. Последним шагом идет использование капы, которая смоделирована специально под зубы, чтобы предотвратить осложнение от бруксизма. Такая особенность, когда ночью, ввиду стресса и многих других факторов, ты просто начинаешь сжимать зубы и тереть их, и портить зубы. Для того, чтобы предотвратить это, можно использовать капу. Брайан активно использует, но он говорит, что вот именно бруксизм сведен к минимуму. А дальше мы переходим к заботе о коже. Мне кажется, на коже, конечно же, в первую очередь проявляются вот эти признаки старости. Первое – это гель для очищения. Вытираюсь обязательно салфеткой, потому что на полотенце оседает пыль, микробы. Салфетка гигиенична. Вторым шагом – тонизирование кожи. Все для того, чтобы предотвращать появление морщин и улучшать качество кожи. Ждем, пока высохнет. Третий этап – это использование увлажняющего крема. Четвертый шаг – это использование SPF-крема для защиты от солнца и его влияния, негативного влияния на качество кожи. И пятое – это использование пептидов коллагена, которые наносятся тоже на кожу и помогают его сохранению. Наверное. Я, честно говоря, не использую эту рутину, но вот эти три ступени я точно использую. И SPF, когда я выхожу на улицу. Но так как я сейчас ложусь спать, то SPF, наверное, и не обязательно использовать. Честно говоря, я не считаю, что это супер заморочено, потому что три четверти всего того, что сейчас использовалось, для гигиены зубов, для гигиены кожи я сам использую. И вряд ли я буду использовать, ну, тратить, например, больше времени, просто потому что я добавлю там одно средство. Напишите в комментариях, насколько вы считаете использовать вот это все реально напряжно. Пойду организовывать процесс сна. Сон – это искусство. И для того, чтобы получать от него максимальный профит, нужно делать так, чтобы влажной было в комнате достаточное. Увлажнитель я купил именно к нашему выпуску, потому что я им раньше не пользовался. Но после того, как у меня пришла идея записать ролик, я понял, что в моей комнате очень сухо. Я просыпаюсь с сухим горлом и сухим носом, а это очень-очень плохо. Потому что скапливаются микробы и очень сильно падает иммунитет. Итак, у нас есть увлажнитель, который помогает увлажнять комнату. Второе, что нужно сделать, это максимально ограничить доступ света в комнату, для того, чтобы было темно-темно, когда ты спал. Иначе будет снижаться уровень мелатонина, а значит, снижаться уровень качества сна. Это настолько на самом деле фундаментальные вещи. Для меня, например, это не секрет. Но Брайан очень хорошо подсветил всю историю того, насколько это важно. Влажность в комнате, температура, потому что мы спали у нас там 25 градусов, достаточно тепло. Но, например, я использую кондиционер и сейчас поставлю 22 градуса, и можно спокойненько засыпать с максимально темным помещением. Но даже сейчас, если обратить внимание, у нас сейчас в 5 утра уже достаточно светло. И с 5 до 9, когда я обычно просыпаюсь, например, в 9 утра, все равно супер светло остается. Я просыпаюсь не из-за того, что я хочу сам проспаться, из-за того, что уже светло в комнате. И я обязательно куплю себе шторы, блэкаут, которые прям полностью закроют, и будет максимальная темнота в комнате. Я сейчас ложиться спать не буду, потому что 8 часов вечера. Голодание там со второго приема пищи с 12 утра, это достаточно многое. Все-таки супер непривычно. Но чувствуется прям супер большая энергичность. Я раньше, у меня было периодическое голодание, когда я голодал и по 16 часов, и 24 часа в сутки. Это реально супер крутые ощущения. Я всем рекомендую на самом деле попробовать. Или какие-то вещи из этого видео, из его рутины взять для себя, потому что они могут быть полезны. То, что он каждый день потребляет больше 100 таблеток, это все индивидуально. Никому не надо этому придерживаться. Я так считаю. Вы, конечно, можете пробовать все, что угодно. Попробуйте обязательно тот день, который я сегодня показал. Или добавьте еще какие-нибудь другие манипуляции, для того, чтобы максимально как-то приблизиться к этому ощущению. И понять, насколько эта игра стоит свеч. Потому что один день, на самом деле, это мало. Эффект самый, самый, мне кажется, крутой, проявляется через несколько лет. По его показателям, а ему с чем-то лет, 44 года вроде, или 45. Его показатели сердца, его показатели репродуктивной функции, его гормонов соответствуют показателям 18-летнего человека. То есть у него показатели лучше, чем у меня, или лучше, чем у многих других ребят молодых. Поэтому я думаю, что у него точно есть чему поучиться. Обязательно попробуйте и пишите в комментариях свои ощущения. Или что вы вообще, в принципе, для себя учли. Увидимся!